И мы приступаем к Слову Бога. И то, что Дима сделал, когда он комментировал недельную главу Торы Корах, он сделал просто замечательную работу. И в прошлой неделе, если вы помните, я связывал с посланием Колоссянам апостола Павла недельную главу Шлах. И я хотел бы сегодня сосредоточиться на послании Павла, Шаула, послании Колоссянам. У кого нет Писания в своих руках, пожалуйста. Вы можете взять это. Вы можете взять Библию. Вот, у Кости есть, если вы поднимете руку, он вам принесет. Я чему-то научился, когда я был в Тайване и в Сингапуре. И я думаю, что, может быть, нам стоит это перенять. Когда есть чтение из Писаний, и весь зал, они все вместе, вместе с проповедующим, читают вслух. Так что давайте попробуем сделать это так же. Давайте, коротко помолимся. Отец наш, и Царь наш, мы просим тебя, чтобы ты открыл наш дух и наше понимание. И дай нам понять слова Павла, которые он передал, и верующим. Башем Иешуа Мессия. Аз, эгерет элэ Колоссянам. Вы знаете, Паулюс, Паули, или Шауль. И это распространенная точка зрения, когда говорят, не когда он был Шауль, но когда он покаялся, он обратился к Мессии, он забросил все свое еврейство и стал Паулом, таки, наконец. Это глупости. У Шауля был один паспорт, но два имени. А, да, два паспорта. И в еврейском паспорте написано было Шауль. А в американском паспорте у него было написано Паулюс. Я не цохек, в дарконах румании. Санта Паулус. И в румынском его дарконе был. Не в румынском, а в римском. Слушай, я подумал, что это новый Дракток, что он был румани, оказывается. Окей. В римском паспорте, да. Кто-то мне две недели, а я давным-давно не переводил. Чего они вдруг вспомнили? И кто-то мне две недели назад сказал, что, слушай, когда уже выходит Ифраем переводить тебя, то уже проследи, чтобы он точно переводил, как написано, а не самодеятельность. А за Мартилу, ты чмак, коль пируш за пируш. И я ему сказал, в нашей еврейской среде принято толковать. У каждого свое толкование. А с пируш за пируш за бессынг. Толкование это толкование. А с бакитцер. Короче. Раф Шауль. Раф Шауль. Аль пиха. Иду чело. У Амар, они паруш. Мы, 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 мы. Соответственно, с его личным свидетельством, он говорит, я фарисей из фарисеев. У а я бахур ультра ортодокси. Он был ультра ортодоксальным евреем. У а я утер ортодокси, ми Миша. Он был больше ортодоксальным евреем, чем Миша. Он не был крайним настолько, какими были ребята из направления Раби Шамая. Потому что этому двору противостоял двор Раби Гилеле. Он был из тех, которые более умеренные. И эти, те, которые следовали за Гилелем, они более благоприятно, что ли, смотрели на этот мир. Более, ну, шли по жизни немножко легче. И вот это выражение, которое озвучивает Иешуа, что не человек для субботы, но суббота для человека, это выражение ближе к дому Хилеля. И вот Павел представлял вот такое понимание. Но он был Равин из Равином, тот, который представлял Писание в чисто еврейском стиле. И когда по дороге в Дамаск, он увидел свет, и Иешуа говорил с ним. Это не то, что вдруг он все понял, и решил повернуть, и идти совершенно в другом направлении с тем, что он шел раньше. Но он увидел больше, чем он увидел раньше. И в Иешуа Мессия он увидел более интенсивное соединение с Богом. Мы не можем понять до конца, что именно произошло в его внутренности. Потому что мы читаем, что после этого, после своего обращения, он приносит, продолжает приносить жертвы в храме, в Иерусалиме. Но мы видим, что он воспринимает уже Иешуа как первосвященника. И совершенную жертву Иешуа он воспринимает как жертву, покрывающую всякий грех. И вот этот Шауль вдруг получает призвание быть благовестником быть благовестником. Кому? Кому вам ли егуди кодем коль? Во-первых, как он сам говорит, сначала еврею. Это те, которые ближе к всего книгу. Вы ешь мошмаучи егуди так зор ли аваната Мащиях кодем Микулам? Есть большое значение тому, чтобы евреи вернулись к пониманию Мессии. Лама. Почему? Потому что в книге второзакония написано это не просто совет, это заповедь, это повеление. Там сказано так, что я воздвигну из среды тебя подобного тебе, подобного Моше, и тот, кто не будет слушать, слова этого человека, пусть имя его будет вытерто из народа Израиля. И когда Шауль получает это откровение по пути в Дамаск, для него это было совершенно ясно. Но вдруг этот ортодоксальный еврей получает задание благовествовать также и грекам. Как можно, как можно грекам проповедовать еврейскую веру? И все знают о них, что они либо идолопоклонники, либо атеисты. И как это сделать? Как это сделать? Так что Дух Святой использует Шауля для того, чтобы принести истину о Боге также и грекам. И во имя истины, надо сказать, когда мы сегодня говорим к евреям, современные евреи очень близки к тому, чем были греки те еще. Потому что количество действительно верующих в Бога евреев в еврейской среде невелико. И в еврейской среде очень много представителей материалистического направления. И фактически они скорее греки, чем евреи. И поэтому послание Шауля евреям также актуально, очень актуально. Потому что он объясняет принципы. Какие принципы? Как перейти из тьмы в свет? Как понять и познать Мессию? Не в современном понимании Мессии, что это только человек. Но то, как понимали это в древние времена евреи, что Мессия это нечто большее, чем человек. И Шауль воспринял это откровение о Экклесии, о общине, которая следует за Мессией. Он объясняет в своих посланиях, насколько это важно, верить в имя Мессии. И весь этот опыт в Дамасске и после него, также научил его прикосновению к Духу Святому и к сверхъестественному. И мы читаем в книге Диане о том, как Бог использовал Шауля для того, чтобы сделать через него многие чудеса. Так что он использовал свое понимание, чтобы передать о сверхъестественном в том, что делает Бог, и что сверхъестественное также принадлежит нам в нашей жизни. И все эти вещи записаны в послании к Колосянам. И на первую главу я хочу три коротких урока преподать вам. Первый урок. Наши наследия на небесах, и какой плод мы можем принести Богу. Мы не будем читать всю главу. Четвертый, пятый и шестой стихи. Давайте вместе прочитаем их. Вместе. Может быть, на экране? Нет? Не получится. Четыре, пятые, шестой. Давайте как китайцы сделаем. Услышав о вашей вере в Ишуа Машеха, не слышу, и о любви Его ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовестия, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Азинэкан катув бапасук хамэш. Итак, в пятом стихе написано. Есть мин тиква, шилугин и хин бишвелахем башамайем. Есть надежда, которую Бог приготовил для вас на небесах. Шамайем. Небеса. Кшанахну шумим мила шамайем, эйзи ассоциация решена, ешец лейну. Когда мы слышим слово небеса, какие у нас ассоциации в первую очередь приходят? Это вопрос. Скажите ваш. Окей. Шамайем. Беседер. Там вода. Беседер. Ты представляешь воду на ней вверху. Беседер. Тфила Йофи. Ше е рацон башамайем. Очень наш болит. Йофе. От. Шамайем. Йерушалай махадаша. Новый Йерусалим. Окей. Ров мааминим. Ров мааминим ноцрым. Большая часть христианских верующих. Те, которые сидят здесь, я к вам обращаюсь как к мессианским верующим. Но когда я говорю о христианских верующих, то большая часть из них, когда они слышат слово шамайем, то есть небеса, это то самое место, куда стремится душа моя, и где я хочу пребывать. И когда вы открываете один из сборников, песенников, псалтерей, церковных, христианских, то во многих-многих песнопениях там вот такие замечательные песни про то, что однажды я окажусь на небесах, по правую руку, по левую, по правую, по левую. Главное, чтобы там на небесах. Это замечательная вообще идея. Очень сильная и мощная идея. Но мы забываем, что действительно существует место для душ, для тех верующих, которые умерли, и они идут на небеса, и какое-то время проводят там. Но это временное место. Это замечательное, красивое место. Место, которое исцеляет от всех болей, которые прошел человек в своей жизни. Если можно сказать другими словами, те, которые умерли, для них вот это понятие времени вообще нерелевантно. И те, которые две тысячи лет назад умерли, и те, которые умерли вчера только, они там проходят прикосновение Всевышнего, самого Всевышнего. Но дальше происходит воскресение мертвого. И для них это все равно, как закрыть глаза и открыть глаза. И страдания это для нас, тех, которые здесь еще на этой земле. Потому что мы теряем близких нам людей. Но в чем смысл того, что говорит здесь Шауль? Шауль говорит, наша надежда на небесах, и эту идею мы находим и в Новом Завете, и в Танахе. И так, как сказала Таня, что у нее ассоциируется это с молитвой, отче наш. Отец наш, который на небесах. Там написано так, пусть воля Твоя на земле будет такой, какая она есть на небе. И как сказала Алина о небесном Иерусалиме, но этот Иерусалим, Новый Иерусалим, он не находится там в вышине. Потому что если вы читаете 21 и 22 главу книги Откровений, там написано, что Новый Иерусалим спускается на землю. Это часть исправления мира, и тогда все мертвые воскресают. И Павел, Шауль, говорит тут именно об этом деле. И он говорит, ребята, это то, что Бог приготовил на небесах, однажды откроется для нас на земле. И в шестом стихе он говорит, но вы должны принести плод вашей жизни. Что это значит, плод вашей жизни? Вы знаете, плод вашей жизни, если мы верим, что Ему אחד Иерусалим и исцелит все, то он, в сущности, возьмет наши хорошие дела, наши молитвы, наши усилия, чтобы изменить нашу семью, наши усилия для того, чтобы помочь нуждающимся, наши усилия хранить нашу страну, когда мы трудимся и мы вкладываем свое желание, когда мы оставляем грех и мы избираем путь истинной, когда мы укрепляемся в силе Иешуа Мессия, Бог берет все это и однажды невидимое становится видимым, и то, что было невидимо, становится материальнее, чем все материальное, что было до сих пор. И на основании этого, на этом основании восстанет Новый Иерусалим. В сущности, Шауль возлагает на нас ответственность, чтобы мы не мечтали о себе, что однажды мы улетим на небесах. Или что мы носим лев, чтобы мы обратились, и чтобы наши усилия, которые мы прилагаем к тому, к тому, к тому, были действительно истинные усилия. Потому что это то, что Бог будет использовать и сделает из них что-то великое. Принести плод и таким образом показать, что ты действительно человек истинный. Если ты был пьяница, не пей. Если ты был вор, не воруй. Если ты был неправеден в своих делах, изменись в этом. Прежде всего, в делах. И чтобы это выражалось также и в словах твоих. Но бывает так, что верующие прежде всего бегут говорить о Мессии, о всем, что он делает, ротата, но их жизнь, их собственная жизнь похожа на жизнь свиньи. Он велик, Ишуа. О, какие слова он дал нам. И этот человек возвращается к себе домой. И вдруг обнаруживает, что его жена или ее муж не просто мусор. А дети что-то, что постоянно мешает. О, Бенадам хозер леавода и потом уехли этот тиран или он приходит на свою работу и если он в позиции начальника, то он превращается в маленького такого тирана царя. Вы понимаете, о чем тут написано? Я был достаточно ясен. Было ясно, что я сказал? Второй урок. Кто он, Мессия и для чего он? Концепт о Мессия это очень концепт я уже сказал, что для евреев сама идея Мессия была очень ясной идеей. И в современном иудеизме много говорят о Мессии который 100% человек. И он только нету человек и он призван изменить политику, он призван изменить экономику и так далее. Но раньше евреи так не верили. Рамбам писал о Мессии на которого изойдет Дух Ашема, Дух Всевышнего. Есть много писаний которые дискутируют на тему природы Мессии. И многие говорят о том, что его дни это дни еще до сотворения мира. Для евреев идей Мессии всегда существовала. Но для язычников И вот мы видим Павел пишет писание Колоссянам. Они были идолопоклонниками. И что это такое идолопоклонник? Ваши идеи. Что это значит идолопоклонник? Дима очень ясно объяснил нам что по нашим представлениям зависть и что по представлениям писаниям является завистью. И вот я хочу прояснить что же такое в связи с писаниями поклонение не дало поклонство и что мы понимаем поклоняться кому-то но не Богу. махшивот. Ма изделия ммм окей 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 поклоняться 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 окей они хушев шкидай лану листакел алмай ю миш тах лиме ю миш тах вим это а нашим мисвив израэль я думаю что нам стоит посмотреть чему действительно или кому поклонялись народы вокруг израэля и на что сердился шауль когда он видел или ю или сам бог который говорит не делайте так как делают другие народы кто это такие идолы это коровью тер и в еврейских источниках есть три направления как мы можем думать об этом первое вы помните послание к римлянам написано что люди могли видеть бога и познать его но пренебрегли этим в римлянах написано многие думают что это указание на время допотопное еще что присутствие Всевышнего можно было переживать вот в жизни людей онлайн ну в режиме да онлайн но тогдашние люди они пренебрегли этим и бог попустил им спрыгнуть с катушек они начали поклоняться творению вместо того чтобы поклоняться творцу есть другое понимание оно также связано с допотопным временем потому что во времена еноха нет енош енош не енох енош это 8 или 9 поколение после Адама ангелы спустились на небо на землю и они научили людей различным поддельным неистинным вещам и люди тогда начали поклоняться солнцу или ветру или луне разным вещам еще одно направление в понимании оно также связано с бытием 6 главы что ангелы небесные сошли на землю и они стали брать себе в жены земных дочерей и в 6 главе написано что у них родились великаны нефилим от слова нафаль патчхе исполины и они были исполнены силой по-русски написано исполины но это не отражает еврейский и люди стали поклоняться им вместо бога и из этого образовался пантеон богов греков месопотами и так далее и эти ребята действительно обладали сверхъестественными силами и нормальные обычные люди смотрели на них как на богов есть рациональные моменты во всех трех направлениях которые я описал и есть также и рациональные вещи во всех этих направлениях но во времена Шауля вот он обращается к грекам или колоссинам или к римлянам и он видит что они верят во весь этот пантеон и они с одной стороны просят помощи и они получают помощь и вот Шауль и он понимает что это нормальное обычное идолопоклонство и он сердится на них и он приносит слово истины и вот мы читаем в первой главе мы читаем 12 и 13 благодаря Бога и отца благодаря Бога и отца призвавшего нас к участию в наследии святых во свете избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего и вот что он говорит здесь ребята даже несмотря на то что эти ребята которым вы поклоняетесь они действительно имеют силу вы тем не менее должны оставить это место потому что это тьма и вы должны перейти в свет и тот о котором я проповедую вам он не слабее тех кому вы поклоняетесь он да сильнее тех кому вы поклоняетесь и когда вы были запутаны в смущении эти ребята захватили место того кто действительно истинный но когда Бог послал Yeshua он не пришел к вам как тиран или диктатор но он пришел искупить вас из этого мира и вот 14 мы имеем искупление кровью его и прощение грехов и он начинает объяснять тем кто его слушает во-первых еврею он он ребята мессия он не просто человек он сверх естественно это как бог явление это сложно объяснить но но в бытии 3 глава написано написано что не бог ходил посреди сада когда он искал адама написано голос божий ходящий посреди сада ахарках йоханан ая биглялзе котев брешит ая адавар адавар ая элухим биглялзе и поэтому йоханан начинает свою евангелие словами вначале было слово и слово было у бога и таким же образом бог сошел на гору синаи как это можно понять что он написано так что он и народ израильский стоял против присутствия всевышнего и когда греки читали эти слова для них это было нечто другое они чувствовали что Шауль говорит о ком кто был прежде чем весь их пантеон был все эти вещи можно воспринять просто как слова но Павел использует не просто слова но силу всевышнего и мы понимаем что написано в евангелиях потому что ни один человек не может прийти к Богу если Бог не привлечет его к себе и Павел основывается именно на этом он провозглашает слова истины и каждая группа к которой она обращается она переживает эту истину она соглашается с ней или не соглашается 16-17 стихи читаем вместе ибо ибо создано им все что на небесах и на земле видимое и невидимое престол или господство или начальство или власть или все им и для него создано и он прежде всего и все им стоит эти слова очень тяжело интерпретировать но кратко можно сказать так что вот сын божий мессия он тот кто предшествует всему творению и мы читаем у Петра и также в еврейских источниках мы читаем то что имя мессии существует прежде творение всего мира и мы слышим также о логосе и также в восьмом псалме мы читаем написано что он немного унизил его по сравнению с богом и мы образе мессии мы видим образ который восходит на возвышенное место и он становится царем царей и ангелов и небес и всех в таким же образом греки они слышали слова Павла и они понимают так что Ишуа тот кто предшествовал Пируну и Геркулесу и Зевсу и Астарте и всем остальным ребятам Шаул пытается преподать людям смысл и величие Ишуа Мессии и написано здесь что именно через него вы сможете примириться со всей вселенной и в чем проблема всего человечества у нас нет покоя мы хотим мир мы хотим шалом но у нас нет этого и вот Шауль объясняет что именно Ишуа он источник этого шалома этого мира от никуда от еще одной короткой вещи я хочу поделиться и на этом закончить и все это в первой главе третий урок мудрость Божия если мы читаем с 24 25 26 стихи давайте прочитаем 24 ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Маши Яхаза тела его которая из Киила который сделался я служителем по домостроительству Божию уверенному мне для вас чтобы исполнить слово Божие тайну сокрытую от веков и родов ныне же открытую святым его которым благоволил Бог показать какое богатство славы в тайне сей для язычников которое есть Маши в вас упование славы давайте остановимся здесь я уверен что мало кто я думаю что мало кто понял о чем здесь написано мудрость устроения этого мира и Павел очень любит всю эту тему и он немного говорит об этом послании к колосянам но в посланиях к к кремленам и ефесинам он много говорит об этом о народ он в сущности говорит о том что народ божий он должен включать в себя две группы людей евреи и эллины и это от начала запланировано и есть группы среди народов которым он может об этом говорить прямо и есть такие к которым он обращается и он вынужден как-то огибать эту тему и когда я еду куда-то вовне из Израиля я сталкиваюсь точно с такими же вещами есть общины которые рады услышать от меня что Бог через Мессию привлек и прилепил их к Израилю а есть другие которые говорят что такое Иисус тоже еврей и поэтому ты должен иметь ввиду с кем ты разговариваешь и когда Шауль обращается к Кримленам или к Ефесим он говорит так и он говорит что вы прилепились вы присоединились к Израилю к природной маслине колоссианам он так не говорит он немножко опасается он говорит что вы тоже стали народом Божьим и вы тоже принадлежите всему будущему и вы тоже увидите славу Всевышнего но очень важно чтобы из всех этих вещей чтобы мы подытожили и поняли что же мы здесь видим Шауль как еврей он получил призвание от Бога передать всем народам истину о Боге и здесь я хочу сказать несколько из нас это также вызов для вас это вызов для потому что вы из того же народа что и Шауль и у евреев Бог поручил это делать и вторая вещь о которой он говорит что великие вещи должны произойти но дела веры дела истины сейчас он говорит еще посмотрите на Мессию сын Божий он над всем если у вас нет сил измениться то в сущности вы не верите в него взывайте во имя Мессия взывайте к Богу во имя Мессия и вы получите изменение ваше имя есть чудесная сила в этом имени и последнее народ божий евреи или не евреи мы соединены вместе к одному Богу через Мессию Израиля и нам надлежит понять мы вовлечены в войну между добром и злом и каждый день мы вынуждены принимать решение на какой мы стране когда ты грешишь ты поддерживаешь зло когда ты избираешь доброе и укрепляешься силой Всевышнего ты поддерживаешь доброе и было легкое послание сегодня давайте пристанем пожалуйста будем молиться Отец который на небесах я молюсь чтобы ты помог нам читать священные писания и понимать их и я благословляю нашу жизнь и молюсь о том чтобы ты благословил нас в пути следования за тобой я молюсь Господь чтобы мы могли принести добрые плоды для тебя я молюсь Отец чтобы ты простил наши грехи и укрепил нас вере я молюсь о слабых среде нашей я молюсь о том чтобы ты укрепил нас и чтобы во имя Ишуа Мессии ты произвел изменения в нашей душе и исцелил наши семьи отношения внутри семьи я Господь молюсь помоги нам действительно быть свидетелями Ишуа Мессии и скажут Амэн Мессией Мессией мэн им Мессией